И у нас готов сюжет Дмитрия Ановченко из Милана. Мы не смогли наладить с ним прямое включение. Смотрите, и вы все поймете сами. В политике так бывает. В повестке дня миланской встречи сотни вопросов. Но внимание и журналистов, да и самих политиков приковано вовсе не к ним. А вот украинская тема вроде бы обсуждается и за рамками этих переговоров, но тем не менее, именно за ней здесь следят и следят очень пристально. Всех, конечно же, интересует завтрашняя встреча Петра Порошенко и Владимира Путина. И ее результаты тут гадают, то ли это действительно знак оттепели, то ли Москва по-прежнему ведет двойную игру. Попытается и перед европейскими партнерами лицо сохранить, и на Донбассе по-прежнему подливать масло в огонь. Встреча, от которой зависит многое, состоится завтра утром ровно в 8. А вот сегодня день, скажем так, пристрелочный. Петр Порошенко сверяет позиции, чтобы понимать, на какую помощь мы с вами можем рассчитывать. Около часа назад встречался с Ангелом Меркель. Через два часа переговоры тет-а-тет с первыми лицами Евросоюза, Рампеем и Борозу. Именно с их участием, плюс еще хозяин саммита, итальянский премьер Матео Ренци, и пройдет завтрашний политический завтрак. Выйдут ли два президента за формат шестерки, встретятся ли лицом к лицу, один на один, пока непонятно. Российская делегация нам намекнула, Путин этого не исключает, но и согласия пока не дал. О чем же будут говорить? За завтраком и после него формально повестку дня не разглашают. Однако дипломаты признались мне. Во-первых, Ангела Меркель настаивает, чтобы именно завтра Киев и Москва нашли хоть какой-то компромисс по газовым вопросам. Ну а во-вторых, Петр Порошенко считает ключевой темой международный контроль за российско-украинской границей, чтобы закрыть ее для перемещения боевиков, тяжелой техники и других вооружений. Сами члены делегаций, прибывшие сюда из Берлина, Парижа или Брюсселя, говорят, что ни о каком перемирии с Путиным речь не идет. Мол, в их столицах хватало голосов. Зачем вообще приглашать его в Милан? Но итальянцы настояли, встреча нужна. А они, как и ЕС, станут посредниками. Путин в этот вечер уже в Милане. Как и Порошенко, перед их будущей встречей тоже должен за закрытыми дверями общаться с Меркель. В Италии он прибыл из Сербии, его программу специально сформировали так, чтобы показать Европе, не во всех столицах Путину не рады. Вот смотрите, в Белграде принимались пафосом, даже военный парад перенесли. Там же, в Сербии, говоря с местной прессой, российский президент намекнул тем, кто может услышать его слова тут, в Милане. Мол, не давите на Россию. Чем сильнее давите, тем хуже будет Украине. И вот еще что. Не стоит, мол, ссориться ядерным державам. Это уже угроза. Похоже, сработало. Чтобы не осложнять и без того непростые миланские переговоры, тут абсолютно категорично решили не обсуждать тему санкций против России. На нее табу. Вот только кому не запретишь злить Путина, так это украинкам из Фемен. На главной площади Милана, около знаменитого собора, они в очередной раз топлив, облились вином, словно кровью. Заставив мир своим хулиганским поступком еще внимательнее следить за тем, что же произойдет завтра, ровно в 8 утра. Ждем. Из Милана Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер.